привет дорогие друзья я рада вас приветствовать из солнечной испании сегодня особенный день сегодня день независимости финляндии я искренне поздравляю свою вторую родину и желаю ей дальнейшего процветания и благополучия но сегодня я хочу поговорить на печальную тему война с украиной и украинские беженцы сообщение о войне застала меня в испании и я просто не могла ночью понять вижу я дурной сон или это происходит наяву я помню по рассказам бабушки она говорила что им сообщили о войне когда немцы уже бомбили киев и вдруг я слышу опять здесь удары по киеву я не могла просто это понять мне приходилось себя ощупывать и бить по лицу чтобы прийти в чувства утро мы вышли на улицу я там встретила своих соседей они из калининграда пара предпринимателей и они тоже были в шоке такой подлости и такого вероломства по отношению к нашим самым близким по крови соседям с которыми у нас у всех если не семьи родственники на украине то у нас например есть какие-то друзья знакомые соседи украинцы поэтому было просто трудно понять как такое возможно даже принимая во внимание этот людоедский режим в россии но как напасть на украину это не умещалось голове я собрала вещички и улетела финляндию там я пошла работать волонтером в красный крест мы встречали беженцев с украины которых хлынул поток первое время я встречала беженцев с украины в порту хельсинки и люди прибывали с какими-то узлами измученные особенно дети на них было страшно смотреть им было просто ни до чего маленькие дети отворачиваться и просто говорили я хочу домой чтобы хоть немножко детей порадовать у нас были приготовлены игрушки и вот иногда когда приезжают эти дети которые капризные ничего видеть вокруг не хотят и вдруг им предлагаешь игрушки горишь ты можешь выбрать и забрать с собой какую-то игрушку и как дети вот от такой мелочи вдруг счастливы улыбались и родителям тоже становилось несколько легче я выслушала много ужасных историй однажды приехала семья и там был мужчина за 60 и он плакал когда мне рассказывал когда они уезжали на своей ладе погрузили семью и пытались уехать а вслед и их их обстреливали как это было страшно или как они похоронили свою родственницу во дворе многоэтажного дома финны отнеслись с большим сочувствием к украинским беженцев и многие предложили свои дома и квартиры чтобы разместить людей на первое время моя бывшая коллега приняла семью насколько я помню это была семья из одессы мама с двумя детьми и они жили целый месяц у моей коллеги финка правда у нее муж финн с русскими корнями поэтому они там могли как-то общаться пока там не стали более-менее устраивать людей потом все таки как-то там началась более организована помощь и стали расселять у нас в городе собрались волонтеры помогали обустроить квартиры для беженцев подбирали одежду бытовую технику пытались трудоустроить но сейчас пойдет речь не об этих трудностях как раз в эти дни в хельсинки идет судебное разбирательство одна беженка из украины девочка 19 лет порезала 40-летнего финна что я знаю из прессы она приехала откуда-то из харькова или харьковской области с бабушкой и сестрой они прожили уже с марта прошлого года и сейчас этой молодой женщине дали отдельную какую-то там небольшую квартиру ну так вот в течение недели она каким-то образом знакома с этим финном и он вдруг оказался у нее в квартире неизвестно что там происходило потому что заседание закрытое подробностей публики не сообщают я не знаю что там происходило но он оказался у нее в квартире она его изрезала ножом несколько ударов ножом ему удалось бежать во двор в машину и вызвать помощь сейчас она находится под арестом и идет суд я понимаю когда из безы от безысходности женщины знакомиться лишь бы с кем и готовы жить лишь бы с кем но в финляндии у нее своя квартира она не голодает у нее все возможности учиться или работать зачем зачем какие-то непонятные знакомства заводить с человеком вдвое тебя старше и приводить его в дом какая в этом необходимость я помню в 90-е годы когда там в россии ну и на украине тоже просто было нечего есть и нечем было кормить детей и женщины действительно готовы были ужиться с любым ублюдком лишь бы как-то более-менее устроиться но сейчас же ситуация другая девочки очнитесь да конечно я понимаю многим хочется устроиться как-то в жизни устроить свою личную жизнь и обосноваться в финляндии конечно это легче здесь прижиться если есть поддержка от мужа но какие критерии выбора кавалера извините что у вас общего девочка приехала из украины она когда-то там как говорят в прессе занималась контактными видами спорта какие-то боевые искусства какие у тебя дела с этим 40-летним дядечкой который в принципе годится тебе в отцы мало знакомого человека привезти в квартиру и что ты думаешь он пришел в шахматы играть с тобой я не знаю что там произошло но результат такой какой есть на этом я с вами прощаюсь пожалуйста проявите в благоразумность и немножко думаете о том с кем вы заводите знакомство и кого приглашаете в дом